ДТП в Череповце 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 должен в любом случае убеждаться в своей безопасности, в своего маневра, прибегать к помощи третьих лиц, как предписывают это правило дорожного движения, но и пешеход, имея право передвигаться по всей территории прилегающей, дворовой территории, не должен изменять резкое направление движения, то есть, грубо говоря, водитель начинает движение, видит в зеркало заднего вида, что пешеход передвигается, и пешеход вдруг вспоминает, что забыл дома выключить утюг, либо ему срочно понадобилось что-то в магазине, направляя движение, траекторию свою меняет и подпадает под колеса автомобиля, либо другая ситуация, в данном случае будет не пешеход, наверное, просто наезд на человека, да, стоит во дворе, это вот из реальной практики последнего времени, последнего времени стоит во дворе, открыт багажник, увлекся чем-то в своем автомобиле, не подумал о том, что кто-то может проезжать, водитель же, двигаясь по дворовой территории, понимая, что есть второй участник движения дорожного, пешеход, мужчина, который стоит, смотрит свой багажник, да, понимая, что никакой опасности вроде он не представляет, так как он увлечен чем-то там, продолжая движение, мужчина, который стоял, увлекшись в багажник, вспоминая, что ему что-то нужно сделать в передней части кузова автомобиля, несмотря на проезжую часть, делает два шага назад и попадает под автомобиль движущийся, получает при этом вред здоровью серьезный. Соответственно, тут вопрос о виновности еще не разрешен, будет проведена автотехническая экспертиза, но велика вероятность того, что вина будет в данном случае все-таки обоюдной. И говорить о том, что безапелляционно виноват водитель транспортного средства, который управлял им, тут тоже нельзя. Вот что делать с детьми? Все мы знаем, резонансные аварии были, когда дети из-за стоящего транспорта выбегали, попадали под колеса. Вот, ну, ребенок есть ребенок. Ребенок есть ребенок, но правила дорожного движения у нас неделя от нас, пешеходов, на детей, взрослых, на женщин, мужчин, на маленьких и старых. Правила, они едины для всех, и прививать, наверное, стоит и родителям правила дорожного движения. Исходя из того, что машин становится все больше, родители должны понимать ответственность и разъяснять даже вот тот самый пункт правил, что нельзя выходить из-за стоящего транспортного средства, которое закрывает обзорность водителя, либо препятствие какое-то, которое ограничивает видимость для водителя, все это точно так же лежит на плечах пешеходов. Если пешеход маленький, ответственность за неисполнение надлежащей обязанности по воспитанию и содержанию своего ребенка, если ребенок попадет в ДТП, будет возложено на родителей несовершеннолетнего ребенка, которые могут быть привлечены к административной ответственности, в том числе за это. Вот скорость всегда является каким-то сопутствующим, да, фактором при ДТП любом, там, при обгонах, не знаю, все равно мы увеличиваем скорость, также там при наезде на пешеходы часто фигурирует скорость, да, мы не успели остановиться. Вот про дворы, что можно сказать? Как, ну, есть какой-то, да, алгоритм там соблюдения скорости, может быть, для каждого самим рассчитывать? Или как быть вообще? Как рассчитать скорость во дворе? Ну, рассчитать в этом случае стоит, наверное, все-таки самим, исходя из того, что происходит во дворе. Дворы у нас бывают разные, бывает так, что полностью просматривается вся проезжая часть дворовая, да, бывает так, что она заставлена припаркованными машинами слева, справа, некоторыми еще и на тротуаре полностью загораживают движение. Рассчитывать нужно самим, но исходить из того, что за это придумано. До этого рассчитали уже правила дорожного движения. Если у нас скорость 60 км в час в городе, а говори нас, по умолчанию, то точно так же по умолчанию 20 км в час во дворе. Но не забываем про пункт правил 10.1. Движемся с такой скоростью, которая позволила бы контролировать движение транспортного средства, в случае чего принять меры для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. 20 ехать можно, никаких там плюс 20 еще во дворе. Тем более быть не должно, а чем меньше, тем лучше. Вот, кстати, водители посчитали, что вот этот промежуток, да, там за плюс 19 штрафовать не будет, и вот, значит, можно нарушать. То есть вот ехать не 60, а, допустим, 79 по городу. И мне же ничего за это не будет. А вот насколько это опасно? Это опасно тем, что возникают другие хорошие, нехорошие, точнее, ситуации, в результате которых происходит дорожно-транспортное происшествие любого вида, там, наезд на пешехода, столкновение транспортных средств, еще что-то. И в случае, если будет непонятна ситуация инспектору, который будет заниматься всем этим, возможность назначения автотехнической экспертизы, расчет скорости движения, исходя из того, что осталось на месте происшествия, либо видеозаписи каких-то моментов, ДТП. И в случае, если скорость, установленная на данном участке дороги, будет превышена, это будет ставиться в вину и в нарушение правил дорожного движения участнику. При этом расчет будет вестись, исходя из установленной скорости движения. То есть, если бы было ехать 60 км в час, эксперт будет рассчитывать в данном случае, возможно ли было остановиться, предотвратить ДТП при скорости 60 км в час. Как правило, ситуация против водителя играет, при скорости 60 км в час ДТП могло бы предотвратиться, а при скорости 79 км в час оно не предотвращалось, потому что оно по факту уже свершилось. Поэтому ответственность на водителя полностью возлагается и в том числе ставится в вину и нарушение правил дорожного движения в части превышения скорости. Правильно, за это не будет ответственности, если у нас превышена там до 19 километров в час но все равно виноват будет водитель он сам поставил получается в такие условия при которых не смог предупредить дтп какие нарушения рассматриваются на административной комиссии кого приглашают на эту комиссию тех кто очень плохо себя ведет на проезжей части которых не может насколько плохо сколько плохо настолько что их не может пожарить простой инспектор дпс на дороге либо инспектор по исполнению административного законодательства где решение принимается исключительно руководящим составом дела гибдд либо командира уротом либо его заместителями это прежде всего нарушение которое относится к категории грубых за которых в том числе предусмотрено и лишение специального права то есть руководящий состав гаи уже решает до исходя из биографии человека какую меру наказания все-таки применить за совершенно административное правонарушение если говорить о видах и конкретных нарушениях но это встречная полоса у нас обгон в тех местах где это все запрещено это повреждение элементов уличной дорожной сети когда решение может принять только руководитель гибдд либо его заместители это передача управления транспортным средством лицу которого не имеет точно также может принять решение руководитель гибдд в целом вот такие вот нарушения ну и бывает да что если участники аварии не согласна да кто из них виновен кто не виновен могут определиться в данном случае да это тоже передается на так называемую административную комиссию хотя из комиссии это получается просматривать все таки один человек до группа которая распалась передается на рассмотрение в целях того чтобы запросить какие-то видеозаписи дополнительные элементы которые потребуются для принятия решения там где инспектор надо на дороге здесь и сейчас не может принять решение это вполне практикующаяся вещь только в череповцовом по россии в целом передается дело на рассмотрение высшестоящему должностному лицу для принятия решения исходя из всех обстоятельств которые мы сможем установить до вот выступление административной комиссии видеозаписи запросы какие-то в организации запросы по режиму работу светофора либо еще что-то но такой просто когда оба участника дтп на светофоре ехали на зеленый сигнал примерно такие все ехали на зеленый данного столкнулись надо для к сожалению такое часто у нас бывает потом выясняется что кто-то все таки лукавит или кто-то смотрел на другой сигнал светофора и все это становится явно как говорят в народе ехал на мигающий розовый до кто-то ехал на мигающий розовый я говорю что у нас начинает мигать там желтый сигнал светофора хотя у нас горит он как расследуется дорожно-транспортные происшествия на серьезную тему на серьезную тему если как они расследуются два варианта развития событий рассматриваем это дтп в которых никто не пострадал кроме материального ущерба ничего не принесено это расследуются инспекторами отдельного отдела гибдд рассматриваются принимаются решения ну либо самым инспектором либо же стоящим должностным лицом там в принципе ничего особенного такого нет если говорить о более серьезным там где пострадали люди вред причинен здоровью это средней тяжести вред здоровью легкий вред здоровью это все компетенция органов гибдд рассматривают у нас инспектора по я с отдельной роты дпс которые с момента возбуждения дела по статье 1224 принимают все необходимые меры по установлению обстоятельств дтп то есть в том числе и выясняют вред здоровью который причинен если совсем все плохо когда говорим о том что выступили тяжелые последствия для здоровья либо смерть человека это уже под следственностью органов следствия мвд россии там уже занимается у нас органы следствия процедура в принципе она одинакова для всех стадии опрашиваются участники запрашиваются необходимые документы для подтверждения степени тяжести вреда здоровью но исключительно то что разная ответственность по 1224 административная ответственность т.е. 264 наступление тяжких последствий для здоровья либо смерти человека это уже уголовная ответственность сергей к сожалению время подошло к концу и вот попрошу вас обратиться к участникам дорожного движения ну из того что хотелось бы сказать все таки действовать над какие то есть вещи которые не написаны в правилах дорожного движения они написаны в каких-то нашим нашим сознании да хотелось бы чтобы все участники дорожного движения действовали исходя из взаимного уважения друг другу и только после момента взаимного уважения друг другу возвращались к знанию правил дорожного движения. Тогда, я думаю, что на первом этапе многие ситуации у нас отпадут, позитивные, негативные. Всем нам приятнее будет управлять транспортными средствами. Спасибо, Сергей. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был начальник отделения административной практики ГИБДД. На сегодня это все. Редактор субтитров А.Семкин